Для города Мышкин в Ярославской области этот год особенный. Наступил год крысы по китайскому календарю, которого здесь с нетерпением ждали 12 лет. А еще местный музей мыши празднует 30-летие. Что такие мыши? Это неутомимые, жизнелюбые и вечно трудящиеся существа. Это крайне импонирует нам, городу Мышкину. Мы точно такие же. Мы, не складывая своих лапок, изо всех трудимся. Сил на свой маленький, очень важный для нас успех. Первым экспонатом стал бронзовый грызун из Индии. Потом работники музея бросили клич на весь мир присылать мышей. Поэтому здесь представители сегодня разных уголков. Есть и Китай, конечно, есть и Франция, есть и Монголия, есть и Япония, есть и Сингапур, и Германия. И разные-разные, известные и малоизвестные государства сегодня представили нам свои подарки. Музей постоянно получает письма от поклонников. Взрослые рассказывают истории о мышах, смешные и грустные. А дети присылают рисунки. Вся корреспонденция хранится в необычной витрине. Есть несколько версий о появлении названия города Мышкин. Одна из них гласит, что однажды русский князь прилёг отдохнуть на берегу Волги. Вдруг по его лицу пробежала мышь, а разбушенный князь увидел подползающую змею и избежал опасности. Позже на этом месте построили часовню, а вокруг неё вырос город. Мышкин позиционирует себя как столица мышей всей планеты. Связь нерушимая. А потом, поскольку и смешное имя города, и забавный герб, и забавная легенда, и это сегодняшнее позиционирование, оно и создало уже нерушимую связь с образом всемогущей, прекрасной и сказочной мыши. Мышкин получил статус города в конце XVIII века. А первые исторические упоминания о нём появились тремя столетиями раньше. С 1996 года Мышкин празднует Год Крысы. В честь него здесь проводят фестиваль, посвящённый мышам. Ура! 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 Продолжение следует...